Вот и появилась свежая статистика по итогам работы экономики страны с января по сентябрь 2021 года. Изучая эти цифры, вспомнил афоризм великого англичанина Томаса Макалея. Наши правители будут более всего способствовать прогрессу нации, если ограничиться своими непосредственными законными обязанностями. К чему это упрямил напрасно забытого автора критических и исторических очерков? Объясняю. Когда нам говорят, что за 9 месяцев текущего года в Украине наблюдается рост, беру это слово в кавычки, на 1,4%, а в прошлом году падение составило свыше 6%, становится ясно, что правительство точно не занималось своими непосредственными законными обязанностями. Судите сами. Уже второй месяц подряд наблюдается это самое падение промышленности. Такая ситуация напрямую влияет на потребительский рынок. Цитирую. Гостат сообщает о том, что в сентябре 2021 года объем розничных продаж в сравнении с августом текущего года снизился сразу на 4%. Такое падение потребления в стране со всей очевидностью свидетельствует о нарастании кризисных явлений в Украине и дальнейшем обнищании ее населения. Откуда брать деньги власти на исполнение обязанностей государством, записанных в Конституции, где говорится, что Украина – социальное государство? Может, выросли доходы от экспорта? Читаю. Металлургическое производство упало на 7,8%. Подставили свое плечо государству аграрии? Не очень получается. Опять цитата. В январе-сентябре 2021 года прирост производства сельскохозяйственной продукции составил 1,9% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого неурожайного года. И далее. Продукции животноводства на 4,7% меньше, чем в прошлом году. Со свиноводством вообще беда. Под нож идет больше поголовья, нежели остается для воспроизводства. Понятно, что описанная выше ситуация, отраженная статистикой, ведет не только к падению потребительского рынка, о чем говорил выше. Мы к концу года и началу следующих 12 месяцев станем свидетелями роста безработицы. Ибо этот фактор неизбежен в связи с энергетическим кризисом, повлечен за собой резкий рост цен на энергоносители для промышленности. При высоких энергозатратах украинских производств продукция становится неконкурентно способной не только на внешнем, но и на внутреннем рынках. Кто же сможет покупать товар, который подскочил цене многократно, пытаясь найти хотя бы намеки со стороны власти на выход из кризиса? И снова вспоминаю Макалея. Хорошее правительство не то, которое хочет сделать людей счастливыми, а то, которое знает, как этого добиться.